Мы находимся сейчас в мастерской, в которой мы снимали оборудование для изготовления клеток. А сейчас Алексей Алексеевич нам расскажет про изготовление ульев. Алексей Алексеевич, рассказывайте. Ну, я расскажу вначале про мастерскую. Да, давайте. В каждой мастерской должен быть набор определенных станков. Кто начинает перечислять с распиловочного станка, кто со строгального станка. А я начну перечислять станки с ленточной пилы столярной. Вот эта ленточная пила Jet пилит доски шириной 180 мм. Для улья, который корпус 145, как говорится... Без всяких проблем. Да, без всяких проблем. Станочек этот стоит в пределах 1000 долларов. Я считаю, что недорогой, но золотой станочек. Включать я, наверное, не буду его. Да, пожалуй. И не надо. Ну, а хорошая вещь. Досочки я пилю разные. Все корпуса, все напилено. Частота обработки довольно-таки хорошая. Вот строганая, а вот оборотная. Любую сторону можно пускать лицевой, ничего страшного. Беда, без всяких проблем. Без всяких проблем. Станочек, он и раньше у меня был. Но употребляю я так называемые ультратонкие пилы. Пила толщиной ширина реза 1,3 мм. Все пилит, как репу. Частота обработки очень хорошая. Это чисто продольная. Здесь тоже стоит степлоновое покрытие. Пилит очень легко. Вещи очень-очень интересные и хорошие. Это для распиловки под 8 мм для рамочек. Строгальный станочек. Фреза устанавливается сюда. И сюда приставка для долбежного станка. Она сейчас снята. Что такое долбежный станок? Долбить пазы. Ага, понятно. То есть это типа как стамеска, что ли, я не знаю. Да, почти как стамеска. Но это работает фреза, долбит отверстия. Понятно. Пазы. Понятно. Дальше. От каждого станка к каждому станку подходит отсос воздуха. Сделано приспособление крепить все либо сюда. Вот он стоит немножко оттопыренный. Раз. Прижал. Либо к этому вставить можно. И все это вон в мешок. Все вставится в мешок. Пыли есть, но значительно меньше. Конечно. Рейсмусный станочек стоит. Про наличие остального такого ручного инструмента. А вот кроличьи клетки вы изготавливали, у вас были лекала. А здесь они нужны? Ну, сейчас при наличии таких станков и всего измеряющих калибров практически не нужны. Станок торцовочный фирма Bosch. Очень точный, особенно точно пилит углы. Прямой угол содержит, размер держит очень точно. Это очень хорошо. Очень просто все регулируется. Какой угол? Оп, 15 градусов. И так до 60 градусов. Помимо этого, очень хорошая вещь. Оп, на ноль. Законтрилась. Надо пилу наклониться саму. Ага, еще и в сторону. Да, до 45 градусов. Вот табличка. Сколько градусов. Раз, зафиксировал. Все, можно пилить под таким градусом. Так, сколько у нас? 16 градусов. Ну, понятно, да. Понятно. И все это делается элементарно просто. Элементарно просто. И все вот так. 1250 долларов. Чтобы сдавать потом по 25 рублей рамочку. Но отбился станочек? Я думаю, да. Да. Я думаю, все это отбилось. Отлично. 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 Продолжение следует...